Итак, мой старинный друг Григорий Либерган. Мы каждый год видимся в Риге, и всегда западные продюсеры получают от него совершенно замечательные советы касательно российской системы и возможностей в России. Сегодня он поговорит с нами о документальном кино в России. Большое спасибо, что приехали. Туя и Микель попросили, так сказать, какие-то заметки на полях, что ли, сделать к тому, что мы слышали последние два дня, с точки зрения человека, работающего в России, в российской документальной индустрии, если таковая имеется. Прежде всего, знаете, что я скажу, что очень важно, что такие встречи вообще имеют быть место. Потому что переоценить ту пользу, которую они дают, несмотря на то, что мы встретились, мы два дня поговорили с хорошими людьми, что-то новое узнали, что-то новое не узнали. На самом деле, все это оседает, и я просто много раз уже видел, как потом рикошетируют идеи, высказанные, даже не прокомментированные, вот на таких подобных мероприятиях. Так что, Люда, Витя, огромное вам спасибо, на самом деле это полезно, и мы все понимаем, в общем, чего это вам стоило, и старались вы не зря. И заодно хочу сказать спасибо синхронистам, да, просто там, как коллегам по профессии, потому что слышу даже без наушников, как они за вами угоняются, угоняетесь очень профессионально. Так что, вам тоже большое спасибо. Ну, поскольку я буду говорить обо всем сразу, значит, это будет очень сумбурно, вы меня за это простите. Я хотел на три группы вопросов обратить ваше внимание. И сначала сказать о том, чего здесь не было, хотя, по моему мнению, обязательно должно было быть. Я думаю, что конференция по финансированию обязательно должна включать в себя такую вещь, как просто необходимость проанализировать, а какие же, собственно, источники финансирования доступны сегодня для российского продюсера, тем более, что ситуация на месте не стоит, все эти источники финансирования меняются, наши отношения к ним меняются, и меняются возможности того, как с ними работать, как их комбинировать, и самое главное, а насколько эти доступные нам источники финансирования, да, я вас слушаю. Нет? Насколько эти источники финансирования бесшовно сопрягаются с системами финансирования, о которых нам два дня говорили, с принятыми, ну, в Европе это одна система, базирующаяся на том, что в Европе есть общественное телевидение, а в России или в Америке нет, или с американской, которая построена на наличии огромного количества фондов, которых ни в Европе, ни в России нет. И выясняется, что система эта вовсе не так хорошо работает, и та информация, которую мы услышали в последние два дня, ее нужно делить либо на 10, либо на 100, но в любом случае необходимо ее примерять к абсолютно реальным российским ситуациям вот именно сегодняшнего дня, а не двухлетней и не десятилетней давности. У нас с вами существует 8 основных источников финансирования в России для документальных фильмов. Да, у нас есть, ну, кто это называет Госкино, кто это называет Министерством культуры, которое финансирует теоретически, частично, на практике, это стопроцентные бюджеты, финансирует примерно 450 документальных картин в год. Это исходя из того, как мечталось когда-то, это те кинофильмы, которые должны выходить в кинопрокат. У нас есть с вами Федеральное агентство по пищати и массовым коммуникациям, о котором говорят редко, но которое, тем не менее, финансирует примерно 350 картин в год. У нас с вами есть местные бюджеты, о которых вот единственное было упомянуто в первый раз сегодня, до обеда, но правительство Москвы, как я сегодня слышал, правительство Петербурга и другие местные правительства, финансируют примерно около 400 картин, как я так полагаю. Считаете больше? Ну, почему же? Финансируют, финансируют. У меня много всякой информации, просто я все время встречаю картины, которые профинансированы правительством Москвы, правительством Казани, правительством Екатеринбурга и так далее, и так далее, и так далее. Это все разобщено, но мы к этому вернемся, да, потому что это на самом деле часть другой, гигантской абсолютно проблемы, но об этом давайте чуть позже. У нас есть телевизионные каналы, которые финансируют, ну, лет пять назад они финансировали где-то порядка полутора тысяч фильмов в год, сейчас они финансируют, думаю, в районе тех же 500 фильмов в год, причем центральные каналы, которые давали большие бюджеты, они резко умерили свой пыл, и теперь, так сказать, основная доля финансирования документального кино перешла на канал третьего десятка, я имею в виду ТВ-3, там всякие, ну, РЕН-ТВ, хотя это, конечно, канал первой десятки, и так далее. Мы не будем сейчас оценивать качество того, что они финансируют, не об этом разговор, но финансируют же это все тоже документальная продукция. У нас есть церковь, которая финансирует, РПЦ финансирует порядка двухсот картин в год. У нас есть бизнесы, которые финансируют отнюдь не только корпоративные фильмы, да, они финансируют и целый ряд картин, вплоть до арт-фильмов, и так далее, и так далее. Наконец, что у нас еще есть? У нас есть краудфандинг. Пока я знаю порядка десяти относительно удачных примеров краудфандинга. Ну, вот очень жаль, что ушел Никита Тихонов-Рау, потому что мне бы очень хотелось, чтобы именно он все это послушал, потому что мы очень много интересного услышали за последние два дня от краудфандинга, но, как вам сказать, с 1936 года, когда эту практику впервые применил великий жанр Ренуар, да, для финансирования своего замечательного фильма «Коммунистическую жизнь принадлежит нам», финансировался таким образом, наверное, ну, пять-шесть десятков очень крупных кинофильмов. И в России еще, скажем, шесть-семь лет назад это работало, но в свете новых законов, принятых за последние полтора-два года, мне очень интересно будет, как бухгалтер или финансовый директор компании, которая финансирует свой фильм при помощи краудфандинга, будет отчитываться в целевом использовании средств. Ну, а наказание за неуплату налогов, ну, и так далее, и так далее. До восьми лет с конфискацией имущества. И я не говорю, что краудфандинг в данный момент не работает. Я говорю о том, что одна из задач, ну, например, гильдия, да, наша, заключается в том, чтобы сделать, ну, некий хотя бы юридический анализ того, каковы различные правовые аспекты этой ситуации. Крайне полезно, крайне реалистично. Я вообще стал в последние годы человеком очень реалистичным, потому что все проекты, которые я делаю сейчас, они вот абсолютно конкретны. Мне нужно каждую неделю показывать по каналу культуры один кинофильм, его надо купить, его надо, и так далее, и так далее. Поэтому на теории отвлекаться некогда, нужны практические знания. Вот чего, по-моему, сейчас требует любой наш продюсер, любой наш режиссер. То же самое можно сказать про копродукции, да. У нас есть несколько за последние 20 лет удачных примеров копродукции, но только несколько. И они, насколько, опять же, я понимаю, я, скорее всего, не прав, потому что я тоже далеко не все знаю, но они все совершенно кособоки. А в условиях, опять же, действия новых законов, вполне возможно, что грант, полученный вами где-то за пределами Российской Федерации, превратит вас, особенно если ваша компания, оно, вот Саша Кривонос не даст соврать, вот, если это оно, то он просто превратит вас в агента иностранного государства, потому что попробуйте мне доказать всю секунду, что кино – это не идеологическая сфера деятельности, и что вы не занимаетесь напрямую политикой. Мне этого не докажете. Потому что это так и есть. Совершенно верно. То есть, другими словами, здесь тоже необходимо ничто иное, как правовая экспертиза. И решать, как эту правовую экспертизу проводить, должна какая-то общественная организация. Тем более, что ситуация, так же, как она меняется, скажем, в какую-то сторону, осложняя нашу жизнь, как в двух только что приведенных примерах, она же меняется и к лучшему, что показывает, ну, скажем, те же отношения с Министерством культуры, которые выстраиваются вот в последние годы, когда Минкульт начал, вроде бы, так сказать, думать хоть как-то о том, что картину нужно продвигать, ну и так далее, и так далее. Хотя, остается, опять же, связанное с финансированием, гигантская лакуна, вакуум. То есть, проблема, которая не затронута совсем, это то, что в отличие от абсолютно всех стран мира, в России государственными грантами финансируется производство кинофильма. Во всем мире вы можете получить финансирование, ну, если вам повезет, конечно, на разные стадии работы. То есть, вы получаете финансирование на важнейший момент в производстве кинофильма, а именно на девелопмент. Да, у нас вы никакого девелопмента не получите. А если вы не получаете возможности нормально подготовиться к производству кинофильма, мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем 3,5 тысячи картин, выбрать из которых можно. Ну, ладно, я не буду слишком письменным. Ну, нет, больше. Все равно больше. Даже вот двух рук тебе не хватит. Ну, вот вам, спортивнику, я думаю, хватит как раз. И поэтому, когда мы говорим о финансировании, возникает сразу второй вопрос. Или, вернее сказать, вторая группа вопросов. Простите, я буду уже очень короток, да, вот, просто конспективно. Вторая группа вопросов называется «Грабли наши», да, вот на которые мы наступаем просто с поразительной регулярностью, раз за разом. Почему? Потому что еще одно качество, которое нас отличает, отличает от тех же европейцев, от тех же американцев, это какое-то фантастическое умение других не слушать, ни о чем не знать, и программировать, так сказать, мир, исходя из того, как он нам представляется. То есть, это стопроцентная геоцентрическая теория, такая докоперниковская. Если я, значит, вот сегодня сделаю авторское кино и притащу его на телевизор, да, значит, я революционер, ребята. Да меня никто никогда в этой стране авторского кино по телевизору не показывал. Если я сделаю кинофильм и вытащу его в кинопрокат, в кинотеатр, я революционер, потому что никто никогда до меня никаких кинофильмов ни в один кинотеатр не протаскивал. То есть, мы каждый раз в результате начинаем все с нуля, как то, что нам сказал там Женя Григорьев, да, что мы сейчас создаем базу данных российских производителей. Гильдия два года назад потратила все свои деньги на выпуск справочника по российским производителям. Ну, значит, надо еще раз сделать опять то же самое, еще раз с нуля. Нужно каждый раз бороться вот за что-то, что уже, в общем-то, решено, или, по крайней мере, есть какой-то положительный опыт. Но причина этого, я не знаю, в чем, может быть, вы мне подскажете, в чем причина. Когда Люда 6 лет назад, 6, начинала Мирадокс, да, он мыслился как портал, который сумеет объединить профессиональные интересы всего нашего сообщества. То есть, тех самых где-то 33-34 тысяч человек в России. И хороший портал. И очень много чего сумел сделать. Но все равно надо делать еще портал, еще портал, и еще портал. То же самое с финансированием фильмов для телевизионных каналов. Вера Оболонкина, замечательный совершенно человек, который вчера мы видели по телевизору, она очень правильно говорила о том, что судьба канала, отличного канала. Но что, что сделала Вера? Канал существует, там, сколько, 10 лет, наверное, да? 8 лет. Но потом пришли Вера и Крещевская, да, и они просто вот за два месяца канал повернули и сумели сделать действительно замечательный и интересный канал, который показывает, ну, хорошие, в основном иностранные документальные фильмы, но сейчас начал и наши показывать. Но, говорит Вера, будущее канала под угрозой, потому что не смотрит. Да, они увеличили в два раза аудиторию, но когда она говорит 9 миллионов человек, вы понимаете, да, это значит, что ее канал в пакетах, которые могут смотреть среди других 500 каналов, 9 миллионов человек. Это не значит, что 9 миллионов человек смотрят у нас 24 док. И, скажем, главной канал этого пакета, настоящее страшное кино, он называется, знаете, такой канал фильмов ужасов, да, это тоже вот в этом же пакете идет. Это вот у них главный, это у Ростелекомовского национальных кабельных сетей, это у них, ну, лидер, 24 док, у них второй канал по популярности. А почему? А потому что опять вот эта вот ситуация с тем, что каналов, которые на сегодняшний день показывают документальные кино, в том числе российское документальное кино, в том числе авторское документальное кино, кто скажет сколько? Кабельных? Подписных? Четыре? Двадцать семь. Мы оказываемся в той точке, которая, как говорилось, были воронь снести двоих. Да, сколько седоков могут быть на одной лошади? Сколько у нас, в конце концов, зрителей, на самом начальном этапе, когда интерес к документальному кино медленно-медленно, но стабильно возрождается, сколько нам нужно реально вот в этой телевизионной вселенной, может быть, каналов, которые, желая окупаться, будут показывать, в общем-то, один и тот же продукт. Никак не 27, учитывая, что еще 15 эфирных показывают. Да? И отсюда я выхожу на печальную, так сказать, завершающую траекторию своего выступления, что тоже связано с финансированием. Когда мы говорим, что трудно найти деньги на фильм, мы ведь лукавим. Все зависит от того, на какой фильм трудно найти деньги, да? Потому что есть проекты, ну, однозначно беспроигрышны, под которые на эти деньги, ну, вот так вот, только свистни, что у тебя такой проект есть, и деньги бегут к тебе сами. А вот другие проекты найти деньги действительно трудно. И тут встает вопрос вот какой. А чем еще отличается наше документальное кино сегодня от лучшего мирового документального кино? Отличается оно тем, вот о чем мы только что говорили с Дмитрием Кабаком. А сколько у нас таких картин, которые действительно можно показывать в кинотеатрах, в прайм-тайм по центральному каналу телевидения? Программу, которую мы с Мирошниченко делаем на культуре, да? Три года, по четвертый пошел. Средняя доля культуры 2,2. Мы закончили прошлый сезон 6,6. Это суббота, это вечер, ну, то есть худшее время, какое только может быть, потому что конкуренция со стороны, ну, всех, да, от первого канала до 39-го канала, жутко, это лучшие свои вещи, они показывают в это время, то есть зрители уводят просто ой-ой-ой. Если бы мы делали, ну, долю 3, да, то понятно, что программу бы просто-напросто закрыли. То есть Соня Гудкова сумела добиться того, о чем мы плакали, именно не жаловались, а по-настоящему плакали на протяжении 20 лет. О том, что у нас нет кинотеатров, о том, что не берут прокатчики наших фильмов в прокат, а не имея проката, мы не можем окупить. Это опять возврат к финансированию, это все крутится вокруг одного вопроса, на самом деле. Вот Соня Гудкова, дай бог здоровья, умница, и все делает абсолютно правильно. Вот она добилась того, что она открыла кинотеатр на 92 места. Сколько российских картин и на скольких сеансах она сможет продержать, прежде чем при своемости билетов 200 или 300 рублей, если это выходной, наполняемость этого зала упадет ниже 45 процентов, и если она не хочет, так сказать, чтобы кинотеатр закрылся, ей придется этот фильм с экрана снимать. То есть мы упираемся в то, что жаловаться можно очень много, но нужно еще и самим думать о том, для чего, для кого и как вы создаете свои фильмы. И очень хорошо, что очень много, вот и вчера, и сегодня очень много говорили о кросс-медии. Ну, с одной стороны, знаете, ничто не ново на этом свете, да, то есть, если посмотреть, я вам позапрошлом году выпустил такой кросс-медийный проект DVD, это великие музеи мира бродилку с огромным количеством дополнительных комментариев. И ничего, продали мы 30 тысяч штук этой коробки. То есть рынок есть, несмотря на падение DVD. То есть если тебе нужен success story, то вот тебе success story. Кросс-медия в России уже работает и деньги приносит. Ну, по большому счету, если это делать всерьез, то согласитесь, это, а, другая профессия, б, это вообще другой медиум. Это не документальное кино, это не интернет, это не телевидение, но время от времени возникают новые платформы, возникают новые выразительные средства. Я думаю, что успех у наших кросс-медийщиков будет, безусловно, но он никоим образом не затронет основную массу нашего профессионального сообщества, потому что в лучшем случае, как я понимаю, все ограничатся той частью кросс-медийности, которая существует с нами 70 или 80 лет. До войны были дополнительные спецвыпуски вот этих вот газетных, журнальных там публикаций еженедельных. Вы могли купить сам журнальчик и за дополнительные 20 копеек, если вам вдруг там что-то понравилось, нужна была дополнительная информация, могли купить к нему приложение. Кросс-медия, кросс-медия. Вы, если у вас дома еще, запросто, это уже тай-ин, это уже выше, чем кросс-медия, это тай-ин, это маркетинговый ход. И в любом дорогом DVD у вас на три часа бонусов, которые в лучшем случае кто-то посмотрит один раз, а скорее не посмотрит. Ну, удорожает это бюджет этого DVD там в полтора раза. Собственно говоря, вот на этом давайте кончим плакаться. Я просто подумал, знаете, вот где-то вот в этих днях, 20 лет назад, лично я, собственно, занялся документальным кином. Так случилось, да, я всю жизнь занимался игровым кином, ну, почти всю жизнь. И тут вот осенью 93-го года возникла возможность сделать один очень хороший документальный проект. Я, собственно, в этом и остался. И я вижу, что проблемы, которые мы обсуждаем, вот опять же, Саша Кривонос не даст солгать, и Гутман обещал прийти, и он не даст солгать. Ты совсем был молодой, но и ты это помнишь. И мы это обсуждали, вот все эти проблемы на больших, маленьких мероприятиях за бутылкой и без бутылки, мы их обсуждали много, много, много раз. Но согласитесь, поезд все это время двигался, медленно, но двигался. И очень многие вещи, которые казались нам совершенно недостижимыми в 94-м году, когда действительно была вот просто пустыня, вот одни развалины, кладбище какое-то вместо отечественного документального кино, полная бесперспективность впереди, ситуация полностью изменилась. Другое дело, что нынешние, там не только заграничные деньги были, там и наши уже деньги под конец в больших количествах появились, да? И если мы начинали как полная благотворительность, то дальше-то уже научили телекомпании зарабатывать, научили производителей зарабатывать как-то, кого-то. И, в конце концов, на телевидении документальные фильмы наши пробились, и даже в каких-то невероятных количествах пробились, и в кинотеатры они начинают выходить. Другое дело, что вот этот наш бум, так называемый, в одной Москве, я знаю 130 киноклубов тех же самых, фестивальный прокат, как мне говорят наши друзья, прокатчики и сейлс-эйдженты, фестивальный прокат оказывается выгоднее на сегодняшний день очень часто, чем, собственно, продажа прав телеканалам, или продажа прав телепрокатчикам. То есть ситуация на месте не стоит, главное не терять стремление идти вперед, главное решать, как, опять же, вчера еще мудро сказала Соня Гудкова проблему за проблемой, не пытаться за один день решить абсолютно все проблемы, и не останавливаться на этом пути. В том, что касается вот этих выступлений, которые мы слышали вчера и сегодня, вы знаете, я был поражен, насколько, на самом деле, все точно было собрано. Туэ, Миккель, вы, ребят, потому что в каждом выступлении, как бы они ни казались, так сказать, далеки от того, вроде, что заявлено в названии этой конференции, но в каждом из этих выступлений всегда оказывалось зерно, которое абсолютно релевантно вот для нас с вами. Наша задача – это усвоить, пропустить через себя и сделать какие-то выводы. Все, вот именно, надо беречь аппаратуру. Все тогда, давайте я на этом закончу. Есть вопросы, давайте обсудим. Да, пожалуйста. Сейчас давайте микрофон, а то люди не услышат. I think you should give him an applause. 30 minutes without a script. Very precise, very analytical, at least from my point of view. What are you saying? Наталья Каменецкая, директор киностудии «Натакам». Это очень маленькая киностудия, которая, может быть, отделилась когда-то просто людьми от киностудии всем хорошо известный «Лен Научфильм». Вот, и поэтому, может быть, я не совсем права, потому что я могу говорить скорее о научно-популярном кино, которое теперь называют просветительским. Но, честно говоря, нам некому приткнуть и примкнуть как только к документальному кино. И я бы хотела сказать, что я попыталась проанализировать каталог «Потлание к человеку» вот позапрошлый, когда мы своим фильмом в нем участвовали. Я обратила внимание на то, что продюсера, как такового чистого продюсера, не игрового кино, это большая редкость. Как правило, это режиссер-продюсер. Возможно, это компании, которые занимаются телевизионными, сериалами художественными, и заодно делают документальные фильмы. И я вот стала думать, а почему так получается? Все-таки мне кажется, что, конечно, никакое финансирование не сделает режиссера талантливым, но он должен заниматься своим делом, и при продюсере ему будет гораздо легче это делать. Я, например, знаю, что в Петербурге вот таких чистых продюсеров неигрового кино, ну, я могу насчитать человек 7. Ну, я, конечно, не всех знаю, безусловно, но все-таки. И вот теперь хочу перейти к финансированию все-таки, да, что является краеугольным камнем, особенно, повторяюсь, для компаний, которые занимаются только чисто неигровым кино. И вот вы первым назвали Министерство культуры. Вот. Хочу сразу сказать про второе ведомство, о котором нам, ну, лично нам, например, хорошо известно. Я имею в виду Министерство по печати и СМИ. Ну, киностудии, наверное, хорошо знают, что там есть некоторая, так сказать, препона. Мы, если мы не являемся СМИ, и мы не имеем этой регистрации, то мы каждое кино должны зарегистрировать, и это весьма сложное мероприятие. В связи с этим мне немножко показалось странным политикой Министерства культуры в этом году. Которое вначале в обязательном порядке, потом немножко смягчило, но все-таки как бы приоритетом было, когда мне показалось, что приоритет получили телевизионные компании или компании, аффилированные с телевидением. И мне бы хотелось, чтобы гильдия обратила на это внимание Министерство культуры, потому что при том, как у нас мало источников финансирования, не создается неравное условие. То есть телевизионные компании могут и там получать деньги, и получать в Министерстве культуры. Мы же пробиться на территорию того ведомства, нам сложно именно из-за этой регистрации СМИ. Какой-то несправедливый момент. Но главное, что я хотела сказать другое, задать вам вопрос. Извините, что я вместо вопроса немножко свою боль высказываю. Нет, ну это как раз очень актуально, то, что вы говорите. Да. Вот я тот человек, который застал, конечно, систему Госкино. Я приезжала иногда вместо режиссеров, у которых открывалась какая-то болезнь нервическая, сдавать фильмы. И я знаю, что в тот момент абсолютно всех редакторов кинокомитета приглашали в зал игровиков, неигровиков, и все они обязаны были посмотреть то, практически на что они дали деньги. Это было иногда приятно, иногда это было ужасающе. Но это приводило к тому, что они знали режиссеров и операторов в лицо. И когда потом там приходили сценарии на следующий год заявки, они говорили, да, заявочка будет так себе. Но мы этого режиссера знаем, он сделает. Более того, был высший пилотаж. Они могли сказать, слушайте, ну что же вы, когда у нас был еще портфель сценарных заявок, ну зачем вы такую заявку губите, давая ее вот этому режиссеру? То есть была обратная связь, она была двусторонней. Вот мне кажется, абсолютно неправильным то, как мы работаем с Министерством культуры сейчас. Когда туда поступает вал заявок, когда, да, экспертное жюри, да, ну как бы, и потом эти люди не отсматривают то, на что они дали государственные деньги. Я считаю, что они обязаны ответить за то, на что они дали эти деньги. И как только это произойдет, я считаю, что качество неигрового кино сразу выиграет. И второе, что я хочу сказать по этому поводу. Вот, честно говоря, в 79-м году, почему-то это в последней газетке из Кам Новости было, мы делали 1400 неигровых фильмов в год, из них 41 полный метр. И я думаю, господи, а как это кинокомитет мог все это отсмотреть? Легко. Но тут я вспоминаю, что две трети, это ведь были заказные фильмы, мы их не сдавали на экране, мы только приносили там отметить что-то. Итого, общий экран гораздо меньше. И вот я думаю, ну это уже такие проекты, может быть, было бы правильно вот эти так называемые приоритетные темы, да, ну, скажем, там борьба с алкоголизмом, там, я не знаю, и даже, может быть, медицинские какие-то темы. Вообще-то вернуть ситуацию заказа министерства, когда государство министерствам давало бюджетные деньги, и они обязаны были их использовать на кино, иначе они уходили. Можно я вас перебью? Простите, да, но... А вот представьте себе ситуацию, при которой вы говорите об увеличении фактически бюджетного финансирования. А представьте себе ситуацию, что Минкульт финансирует пять картин в год, МПТР, ну, печати и массовых коммуникаций финансирует десять картин в год, ну, а остальные пропорционально. То есть проблема-то не в этом. Проблема заключается только... Это тоже проблема, да? Но на самом деле проблема заключается в том, каким образом создать хотя бы один прецедент, один, потому что дальше покатится. Когда кинофильм, снятый неважно, с какие деньги, окупится. Мы единственная страна в мире. Без этого... О, вот видите, вы пессимистка, а я пессимист. Без этого... Ну, нет понятия индустрии. Индустрия, которая проедает деньги, которые пришли, ну, от доброго дяди, или от злого дяди государства. Вот, других доброходов это не индустрия. Мы не можем существовать так, как существует общественное телевидение Европы. У нас нет общественного... Ну, да. У нас второй раз есть компания, которая называется общественное телевидение России, да? Теперь то было общественное российское телевидение. У РТ, теперь общественное телевидение России. То был первый канал. Ну, теперь вот говорят, 9% видела этот канал хотя бы один раз. Но они покупают по 200 долларов, они покупают... Ну, вот у нас, например, Петербург... Много документальных картин. Так, нет кинотеатров, а то у нас были, то петербургцы знают, что у нас было два кинотеатра профильных. Ну, вот их закрыли... Вы знаете, я проработал в кинотеатре первые 25 лет своей рабочей жизни, да? И это был самый, наверное, лучший, знаменитый и нетипичный кинотеатр в истории. Кинопрокаты в этой стране, да? Я в иллюзионе работал. И я чётко знаю одну вещь. Кинотеатр берёт те фильмы, на которых полный зал. Всё. То есть, другими словами, если вы говорите о кинотеатрах типа наука и знания, да? В Москве был такой кинотеатр. Как он в Питере назывался, я не помню. Знания. Вполне возможно, что это был кинотеатр, который датировался в те годы, да? Надо посмотреть просто... Хотя уже очень трудно что-то посмотреть. На самом деле, огромное количество информации пропало. Нет. Всё, что вы говорили, важно. Поверьте, гильдия, на самом деле, очень активно ещё вот даже до того, что мы молодёжь притащили в гильдию, да? Гильдия очень активно этим занималась. Был бы первый вариант телевизионного закона, да? На вытащу финансирования, если бы не гильдия. Это уже смягчили благодаря гильдии. Ну и так далее. Но на самом деле, есть уже примеры того, что картина, сделанная, в общем-то, почти целиком на свои собственные деньги, окупилась в течение одного года. Ну, я думаю, что почти окупилась уже, да? Там немаленький был бюджет. В течение одного года в нормальном, клубном, по сути, своей прокате. Вот это картина нашего друга Ромы Либерова написана Сергеем Довлатовым. И я вот просто больше всего на свете сейчас хочу, правда, чтобы новая картина Ромы, да? Ильфа Петров, которая сейчас пока идет только на премьерном показе, на одной копии в Пионерии в Москве, да? Там аншлаги. Вот. И она идет какую? Третья неделя? Четвертая неделя? Нет еще. Вот буквально. Ну, если поехали, то вчера, потому что у меня два дня назад. Григорий, это становится немного сложнее для нас. Григорий, ну, сложновато немножко нам уже следить за такой российской спецификой сугубо для иностранцев. Окей, я просто одну минуту, да? Я просто говорю о первом конкретном успешном примере картины, которая самоокупилась. И этот пример совсем недавний. Фильм независимого продюсера и режиссера Рома Либерова на основе сюжета Сергея Довлатова. это, ну, собственно, вот воплощение того, о чем я говорил. Это пример, который очень заинтересовал аудиторию. Интересно, на самом деле, большой к нему. Деметный показ был в киноклубе в Москве 14 месяцев назад. И затем мы передали автору список контактов всех членов кинообщества, нашего сообщества в крупных городах России, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в других городах. И за последние 11 месяцев он проехал буквально со своим фильмом по России и представлял его в этих в больших или меньших кинотеатрах. Ну, показывая, организовывая, допустим, 10 или 12 показов в конкретном месте. Также он использовал Facebook, ну, более традиционные средства промоушенга, чтобы создать вот этот некой, не подогреть интерес к своей картине. И результат оказался очень многообещающим. И еще есть один пример, о котором упомянула Вера Абалонкина из канала 24DOK. Это картина «Цвета математики», «Чувственная математика». Вера Абалонкина после фестивальных показов в Москве, и многие из вас присутствовали, там видели, какая была популярность у этих показов, что все места были заняты, зал был битком. Опять же, она, так сказать, много путешествовала, представляя этот фильм. И этот канал потом, этот фильм, точнее, попал на канал 24DOK. Вот, собственно, что товарищи не понимали. Фильм Екатерины финансировался и за границей, в том числе, а потому что она немка, имеет немецкое рожданство, в частности. NDR присоединился на самом последнем этапе, а большинство денег было предоставлено американским математическим сообществом, а если конкретно, то членами, бывшими нашими согражданами, представляющими американское математическое общество из Принцентского университета. Я, журналист и продюсер, Григорий, прошу прощения, но в курилке вы мне обещали публично прокомментировать ситуацию, вопрос, который я задавал на дебатах. Про грабли. Хорошо. Механизм выхода и какие возможные действия. На ситуации, которую прокомментировали уже Туэ с Микелем, каким образом можно защитить свои права? Да, опять же, мы все это много раз уже обсуждали, потому что, конечно, идеи воруют, конечно, при нашем объеме производства документального кино оказывается реально невозможным прогнать абсолютно все картины через питчинг, чтобы у тебя осталось датированное и напечатанное, заверенное, что называется, бумагой, где изложен синопсис, то есть, тем самым, есть приоритет твоего авторского права. Но делайте так, как делают сейчас очень многие. То есть, делайте синопсис и регистрируйте его. То есть, сдавайте его куда угодно, в РАИС, в любое из наших агентств по охране авторских прав. Вы знаете, что заявка по российскому закону об авторских смежных правах не регистрируется и не дает защиты авторского права, а синопсис уже регистрируется. Это операция, которая там, по-моему, 450 рублей стоит. На это можно, по-моему, раскошелиться. Поэтому, в том случае, когда возникает дальше какая-то конфликтная ситуация, и вам кажется, что у вас украли идею или более, чем идея, уже вполне конкретную разработку, вас это, ну, хоть чуть-чуть, но прикроет. Спасибо, кстати, за этот вопрос, потому что он меня совершенно естественно ведет к тому, о чем мы сегодня тоже не говорили. И вчера тоже. А это, опять же, вопрос финансирования. О необходимости работать в рамках тех бюджетов, которые позволят вам иметь дело только с чистыми правами. Потому как, как мне печально говорить, но по сей день некоторые российские телеканалы, в том числе и центральные, готовы брать картины с ворованной музыкой, с ворованными фотографиями и даже с ворованными фрагментами, скажем, кинофильмов. и до тех пор, пока это будет иметь место, ну, вы сами знаете, постоянно, наверное, видите, до тех пор, пока это будет иметь место, никакие копродукции, даже в том случае, если удастся разрешить вот те проблемы, о которых я говорил, технические, да, никаких копродукций ни с кем реально невозможны. Тем более, что и в этой области ситуация стремительно меняется. Закон вот этот новый, против которого так телефонные компании воюют, а денег у них, конечно, очень много, да, но тем не менее, закон этот уже начал действовать, и какой бы он там ни был кривой или косой, и как бы плохо он пока не действовал, но телега, так сказать, заскрепев, с горы поехала. Посмотрим, куда она приедет. Но, в любом случае, ей Богу, умнее, дешевле, найти своего друга или самому в комп, синтезатор какую-нибудь, программу музыкальную заложить, и сделать музыку, чем воровать от любимого всеми Филиппа Гласса. Окей. Все. Да? Maybe, Григорий, we could ask, how the Finns are dealing with this, the protection of rights, and your own organization, как может быть, как финны решают этот вопрос? Может быть, какой-то свой пример, какой-то подскажете что-то? Естественно, я стараюсь заключить контракт со всеми, кто причастен к созданию фильма. Как продюсер, я обладаю всеми правами, имею на руках все права, все лицензии. Обычно я привлекаю просто юристов профессиональных, которые для меня оформляют все бумаги, чтобы никаких ошибок не было, все было чисто. Поэтому у вас есть контракт между продюсером и режиссером в каждом случае конкретно, да? Каковы же требования со стороны публичной компании на этапе заключения документа контракта? У нас не такой какой-то ясный процедур, может быть, устаившийся. Нет, не всегда есть. Но наличие контракта будет гарантировано, что все права, о которых шла речь, что речь будет о ней, что здесь защищены права самих героев фильмов, тех, кто появляется. Поэтому количество фильмов, в которых мы участвуем, как у нас продаж, очень большое. Продюсерские компании, это, в первую очередь, их задача оформлять все необходимые контракты. Естественно, можем сказать, что не очень часто, но иногда у нас бывают ситуации, как когда фильм практически закончен, или герой тех, которые появились, фильм начинает обоспаривать это производство. Поэтому мы должны привлекать юристов, решать как-то путем переговоров эти проблемы. Не только о каких-то сугубо формальных юридических правах, но и о каких-то этических нормах. Ну, потому что, чтобы я не чувствовал какие-то угрызения совести, даже если я формально прав. Спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь. И Миккель, хотите что-то сказать? Я просто хотела спросить на тему, которая еще не была затронута, вообще два дня. Какие программы в России существуют, может быть, я просто не знаю, для финансирования дебютных фильмов? Потому что очень сложно говорить про развитие неигрового кино, когда молодые специалисты вообще не имеют никакой возможности получить хоть какое-то финансирование. Товарищи активные кинографисты, вспомните молодость, поправляйте меня. Но в Госкино есть же программы дебютов, да, они ее финансируют, причем это единственная программа, где хотя бы теоретически не предполагается частичного финансирования дебютов, финансируются на все 100%. Другое дело, что толкотня там серьезная, да, там конкуренция высокая, потому что даже, Сашка, идут, ведь все, да, Петербургский университет туда идет, курсы туда идут, в ГИКовские три мастерские туда идут, но они, тем не менее, стараются финансировать всех дебюты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА